защитник еще что-то это моя копия это для канцелярии так значит спицын защитник слушатель слушатели кто еще там хотел слушать или свидетелем будет мы решим как она будет напишите самозанятый самозанят до три основных довода которые мы приведем первый довод мой доверитель не отказывался мета свидетельствования медицинскими свидетельствами это подтверждается материалами дела он не отказывался не от просто от алкотестера не от мета свидетельствования второй довод мой доверитель не управлял транспортным средством наша позиция такая что мы не должны доказывать свою невиновность в любом случае если есть какие-то доказательства виновности моего доверителя они не должны быть доказаны соответственно как бы поскольку он не был за рулем он не должен был проходить мета свидетельствами правильно воспоминуть второй момент что он не отказывался фактически как вы полагаете люди из тех видеозаписи которые приводят правильно вот ваша позиция такая значит и с учетом этого соответственно вы просите вызвать свидетелей фельдшеров до которые должны все-таки пояснить коридорчики пожалуйста подождите я разрешу данный ходатайство и вас пригласят все зависит от того как сейчас будет разрешены ходатайство тебе уже мы снова не тому что ты написал она не читала еще вот она сейчас будет только читать здесь она прочитает и будет что-то дальше смотрит сейчас ничего не закончится во первых я не огласил ходатайство просто сейчас идет какая-то спешка суета но я предполагаю что сейчас будет удовлетворено потому что нового иначе сейчас я начну рисовать потому что мой ночках какой ходатайство пошла разрешать если его даже не огласил его даже никто не огласил не я не судья да я дал только чтобы она как бы предварительно почитала ознакомился а сейчас мы должны судимого сна не были все это когда не дошли даже для него мы начали с не будет сейчас приглашать там до этого еще когда небо мы с тобой договорились что ты не отвечаешь на вопросы я почему говорю что ты не раку без рамку там как-то сказал безработный потому что по материалам дела по видеозаписям ты не говорил таких фраз они в протокол вписали что ты безработный понимаешь это уже противоречие они во всех протоколах написали что с твоих слов то безработных скобочках твоих слов на твоих слов нету значит это фальсификация протокола а ты вижу и безработный любое слово лучший способ молчать все через меня все любые вопросы полу какой у тебя повод для того же у меня да я должен сказать как у тебя пол не надо говорить мужскую я сам скажу как сформулирует так как нужно сказать как у тебя пол паркетный сейчас логично ей вызвать свидетелей отложиться и спокойненько почитать и все вот это вот самое так сейчас на данном оптимальное потому что если нет я сейчас начинаю выкаблучиваться вы нарушаете ты этот этот это сейчас я начну это зачитывать короче это до вечера до конца рабочего дня все это хочет пожалуйста все что есть материала дела это что я описал достаточно чтобы принять решение в его пользу в принципе потому что нарушил порядок вообще то есть к протоколам не приложены видеозаписи соответствующего периода те видеозаписи которые есть они не свидетельствуют об отказе от мета свидетельствования или от просто свидетельствования в документах не напишет она не написано согласие либо отказ просто зачем вы на этот бред вот прошли документы куда его привезли в больницу ну слушай для меня тоже интересно почему его забрали в больнице его привезли на скорой и оттуда без письменного согласия его увезли вообще оформляется письменное согласие на согласие на медицинского универсателя и на отказ письменно вот и если попал в больницу то должен обязательно расписаться что ты отказывайся от медицинской помощи иначе они будут нести вот ответственность в медике и тут я по видео вижу что он не может расписаться и они его отпускают без письменного согласия в таком состоянии причем беседу почему-то включается в эту между медработником и им сотрудник полиции и потом на следующем я вижу видео он лежит землей лицом в земле там ему ломают руки я чуть вообще не понимаю кого-то промежуток просто вырезали жизни да что произошло вот он в больнице вот он на земле уже менясь скорая помощь просто так не увозит человека и в больницу кадетство спицы на стене села сергеевича и защитный по маме владимир джинча вызов судебное состояние в качестве свидетелей фельдшера губус мосмп корнау жанна иван табаева дарья александр его водителя автомобиля зил госномера 4042 в 51 сасова сильным толчаташим инспектором дпс 3 золозу рдпс гибриды мвд россии по моему скопом мачо инспектору рдпс гибриды мвд россии по моему скокристофоле удовлетворить назначить судебное состояние на что июнь 23 года 14 часов вызвать указанных лиц судебное состояние в качестве свидетелей и лицу привлекаемых административной ответственности и защитника сейчас повестки секретарь вам выдаст относительно истребования материалов они тоже будут истребованы поскольку вы заявляли не письменном виде ходатства это будет отражено в протоколе судебного заседания будет направлен соответствующий запрос узнаете меня да не узнаете а я вас узнаю еще работаете работайте еще работайте работайте еще работайте долго будете работать а мне кажется нет нет это ваше право да поверьте просто время еще не подошло но она идет к вам это это да серьезно что ли да у молиться будешь потом то что может сразу молиться я вам люблю я с вами так нежно ласково разговариваю это еще не выяснение отношений кто какой белый среди сотрудника это я не вижу сотрудника этот человек который получит кое-какую статью уголовно чуть попозже вслед за белозерской чё на убежала сразу все знает где нагадила собака или кошка с официровали уголовное дело теперь не знают как от него избавиться на шестой число отложились но все как предполагалось вызов свидетель и так далее вот поскольку так человек никто это неприятно вообще же на белый горит черная на черное белое таксу это значит не честь и не совести другой вот просто слова нет нет вот я видел прокуроров там которые защищают позицию там обвинение тому подобное но к это просто нечто на жест просто я вы увидел наш трясти начала но ничего и если она будет судебном заседании когда будет мой отдел за мной рассматриваться я размажу просто в словесности станет физически а то что они судили человека в отсутствие человека понимаешь там изгонялись этом своими правовыми нормами не помню как ее фамилию но сразу ее за фону почитает разберется я думаю будет нормально решение она не могла сейчас нам отказать в вызове свидетелей это она прекрасно понимает она нас да она прекрасно понимает что что если буду давить 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 она думать на хрена мне это надо поэтому быстренько давайте завершимся тут это ходатайство про видеосъемку вот это вот все были на это говорю такая нервотрепка поэтому лучше делать все по закону как положено